Ямагучи. Сила японского массажа и домашний фитнес. Ямагучи. С заботой о каждом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот некоторые темы выпуска. Пространство для прогулок и отдыха. На курорте разрабатывают новую схему дорожного движения. Какие улицы станут пешеходными и когда ожидать перемен. Никто из военнопленных с нацистами не сотрудничал. 11 сочинских семей узнали о судьбах своих родственников-узников концлагерей. Благодаря чему это стало возможным. Кто в Сочи поджег Роллс-Ройс за 9 миллионов и чем закончилась попытка перебежать дорогу в неположенном месте. Об этом и не только в традиционной рубрике «Происшествия». В микрорайоне Мацеста продолжается возведение пристройки к школе номер 11. Сейчас там монтируют кровлю. Все работы идут в соответствии с графиком. Ежедневно на объекте трудится около 100 человек. В начале марта кровля должна быть готова полностью. Параллельно идет утепление фасада здания. Его закончат в конце апреля. Строительство блока начальной школы. На сегодняшний день полностью завершены конструктивные решения выше отметки нуля. За январь-февраль месяц был произведен монтаж оконных блоков. Ведутся внутренние работы и внутренние инженерные сети. Кладка блоков, перегородок, устройства блочных перегородок, устройства гипсокартонных перегородок. На сегодняшний день отставания от графика производства работ не наблюдается. В марте по графику подрядная организация начнет прокладку наружных инженерных сетей, а затем и благоустройство прилегающей территории. Будут сделаны пожарный проезд, парадный вход на территорию, заасфальтирован двор. А рядом с пристройкой должны появиться универсальный спортивный комплекс и беговые дорожки. Полностью сдать этот объект должны в августе. Соответственно, с 1 сентября в здании начнутся занятия. Отметим, что корпус возводят для начальных классов. В новом здании для них будут созданы все условия. Это спортивные и актовые залы, класс для занятий хореографией и танцами, библиотека. Будут помещения и для дополнительного образования. На курорте также разрабатывается схема организации дорожного движения, предусматривающая создание бестранспортной пешеходной зоны в районе Сочинского морского порта. Соответствующий проект вице-губернатору Александру Трембицкому представил мэр Сочи Алексей Копыгородский. Согласно проекту, улицы Несебрская, Войково, Паярка, Кооперативная и переулок электрический могут стать новым общественным пространством для прогулок и отдыха. На сегодняшний день эти дороги являются действующими, соответственно, по ним движется общественный транспорт и транзитный транспорт. Предлагается к рассмотрению перевод данных улиц в пешую зону. Реализация проекта подразумевает перераспределение автомобильных потоков за счет модернизации дорожной инфраструктуры и строительства большой парковки в районе пляжа Маяк. Изменения затронут и перекресток углов почтамта, соединяющий автомобильные потоки с четырех оживленных улиц курорта. Здесь предлагается организация кольцевого движения транспорта. Кроме того, рассматривается возможность увеличения пропускной способности курортного проспекта в районе Платановой аллеи за счет расширения дорожного полотна на одну полосу движения с оборудованием дополнительного заездного кармана для общественного транспорта. Также с целью сокращения дорожного трафика в районе Пролетарского подъема главную автомагистраль курорта могут соединить новым участком дороги с улицей Орджоникидзе. На совещании была затронута и тема ликвидации автомобильных пробок. Вот я еду на работу, а люди едут в аэропорт. Вот эта заправка лоба, она пустая. Дальше машины идут спокойно. Почему нет? Давай линию какую-то оберем. Давай, там же есть какой-то островок. Пробки, регулярно возникающие на дороге, ведущий из Сочи в аэропорт, требуют особого внимания. Поэтому глава курорта дал поручение профильному департаменту проработать данный вопрос. Тем временем родственники 11 сочинцев, ставших узниками концлагерей для военнопленных, узнали о судьбе своих дедов и прадедов. Этому помог международный проект «Возвращение имени». История поиска началась с того, что некоторое время назад США передали Российской Федерации архивы германских концлагерей, которые находились на территории, оказавшейся под контролем американских войск сразу после завершения войны. Архив был передан в Министерство обороны. Это учетные карточки, которые заводили в концлагерях. Документы почти миллиона человек. 180 из них – сочинцы, то есть те, кто был призван в армию из нашего города. Около года назад эти бумаги передали руководству Сочи. Началась работа по поиску родственников погибших узников концлагерей. Возможности еще поиска были в том, что некоторые названия сел изменились, а некоторые вообще исчезли, скажем так, с карты нашего города. Работа проделана большая и очень полезная. Я думаю, что даже если бы из этого количества был разыскан хотя бы один родственник, уже работа была бы проделана семьям. Более 75 лет все эти солдаты и офицеры числились пропавшими без вести. И вот теперь семьям погибших, которые передали те самые учетные карточки, наконец-то узнали, что же произошло с их близкими на самом деле. Такое открытие в Сочи сделали впервые. Из полученных свидетельств стали известные трагические детали. Там указана причина смерти. Кто-то расстрелян, кто-то умер от болезни и истощения. И один общий факт на всех, подтвержденный проверкой органами госбезопасности. Никто из этих узников не сотрудничал с нацистами. Так что без слез на этой церемонии передачи документов не обошлось. Карточки из концлагеря своего прадеда, о котором все эти годы в семье хранилась память, получил и Иван Ананиади. Мы собираем всю информацию о нем. Мы знаем о нем, очень много слышали о нем. И еще раз в очередной раз подтвердить его героизм. Конечно, приятно нам сейчас, что в такой атмосфере такое серьезное отношение к этому вопросу. Поиск родственников других погибших узников продолжается. Кроме того, уже в этом году ожидается, что Россия получит новую партию архива концлагерей. Так что еще многие семьи наконец узнают о том, что же произошло с их родными и близкими, которые ушли на фронт и пропали без вести на три четверти века. В Сочи открылся первый мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Разместился он в торговом центре Моримол на улице Новая Заря-7. Желающие могут сделать прививку с 10 часов утра. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Вакцинация является бесплатной и добровольной. Ну а за последние сутки на Кубани скончались 17 человек с подтвержденным коронавирусом. Трое из них в больницах Сочи. Количество же заболевших опасной инфекцией пополнили еще 176 жителей края. В том числе шестеро несовершеннолетних. Больше всего положительных тестов на COVID-19 получено в Краснодаре – 51, в Динском районе – 17, в Сочи и Белореченском районе – по 11 пациентов, по 8 заболевших – в Выселковском и Усть-Лабинском районах, в других муниципалитетах – наименьшие показатели. С начала пандемии в крае заболели почти 35,5 тысяч человек. Выздоровели более 27,5 тысяч. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 103 пациента. Несмотря на все усилия врачей, 1644 случая закончились летально. В Сочи задержали поджигателя Роллс-Ройс. С сообщением о повреждении имущества в полицию обратился местный житель. Мужчина пояснил правоохранителям, что ночью неизвестный поджог принадлежащий ему автомобиль. К моменту прибытия пожарных передняя часть Роллс-Ройс успела частично выгореть. Сумма ущерба составила более 9 миллионов рублей. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 49-летнего приезжего из Новосибирской области оперативно задержали. При проверке также была установлена его причастность к поджогу КАМАЗа в Адлерском районе. По факту поджогов возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит 5 лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу. В центральном районе Сочи легковушка сбила перебегавшую дорогу женщину. ДТП произошло на улице Гагарина. Как видно на видеозаписи, автоледи подъехала на своей белой машине к обочине дороги, вышла из неё и начала перебегать дорогу в тот момент, когда по ней ехала легковушка, которая избила невнимательную женщину. К счастью, серьёзных травм удалось избежать, поскольку скорость у малолитражки была невысокая. А вот в Хостинском районе, в посёлке Пластунка, произошла авария с участием ребёнка. Как видно на записи с камер наружного видеонаблюдения, ребёнок выехал на самокате на проезжую часть дороги, где его сбил проезжавший мимо красный автомобиль. С места ДТП автолюбитель скрылся, оставив травмированного ребёнка одного на дороге. Ну а сейчас новости из Краснодара. 700 миллионов федеральных средств может получить край на рекультивацию четырёх крупных свалок. Такая возможность предусмотрена нацпроектом «Чистая среда». Об этом на совещании по утилизации мусора на Кубани доложили главе региона. Но главной темой стала работа региональных операторов. О новом подходе в обращении с коммунальными отходами расскажет Елизавета Червяк. Вместо привычного захоронения – переработка с минимальным остатком. Как эта идея воплощается в жизнь – регулярная тема совещаний губернатора края. Сегодня обсуждение глава региона начал с ситуацией с региональными операторами. Компании, взявшие на себя ответственность вывозить и утилизировать мусор, справляются с задачей не везде. Но жалоб от населения всё меньше, докладывают Вениамину Кондратьеву. Статистика может улучшиться. А я говорю про настоящее качество. В том числе уборки мусора. Настоящее. Не то, что в статистике отражается. И то, что мы порой сами своими глазами видим, когда мы едем по нашим муниципальным образованиям, где контейнеры переполнены, и контейнеры площадки все в мусоре завалены. И где в интернете публикуют просто и отдыхающие в том числе. Всё, что происходит. Давайте просто будем реалистами. Вот я всегда призываю. Лучше не будем сами себя хвалить и говорить, что у нас что-то улучшается. Давайте сделаем так, чтобы проедешь по любому муниципальному образованию и не было вот этих вот контейнеров с горками. А мы о чём-то говорим. А мы тарифы повышаем. Да и рассказываем, как у нас статистика улучшается. Статистика всё стерпит. Всё. За прошлый год свои региональные операторы появились только в восьми зонах края. В каждую входит по несколько муниципалитетов. Выигравшие открытый конкурс организации отвечают за сбор, транспортировку и утилизацию отходов. Отзывы населения губернатору будет каждое совещание передавать руководитель Центра управления регионом. Именно в этой организации теперь собирают и анализируют мнения жителей об актуальных проблемах, как письменные обращения, так и сообщения в социальных сетях. И пока тема отходов входит в топ-10. Я хотел бы узнать конкретную ситуацию по всем вопросам. Для этого Центр управления регионами создан. А контрольное управление потом будет держать на контроле то, что мы здесь решим. А в противном случае, коллеги, идёт болтовня. Исходя из того, что поручений столько много, но, к сожалению, то они продлеваются, либо ещё находятся какие-то причины, чтобы отсрочить выполнение поручений губернатора. Поэтому здесь и кадровые вопросы, конечно, они опять назревают. Прийти на работу, уйти с работы – это не самое главное. В работе коллег – не самое главное. Добиться результата, я не раз говорил. А когда его нету, когда его нету, то это говорильное ещё раз подчеркнуло. Она никому не нужна, ни мне, ни жителям. В ближайшее время региональные операторы обязаны приступить к строительству мусороперерабатывающих производств. Сортировкой отходов по новому принципу уже занимаются и в Сочи. На территории бывшего завода открылась специальная линия. Разделение на фракции происходит с минимальным воздействием на окружающую среду. В нашей сортировке с самих отходов будет образовываться то, что необходимо отвозить на полигон, максимум 20%. Дело в том, что в процессе компостирования происходит уменьшение массы минимум в два раза. Обязательным требованием для таких заводов является строгое соответствие современным экологическим стандартам и, само собой, безопасность для населения. Кроме того, на совещании губернатор края поручил продумать меры поддержки тех, у кого по соседству будет новый полигон или переработка ТБО. Заместителям главы региона предстоит продумать возможность создания системы преференций для таких жителей. Сделать алгоритм правильно преференций социальных к тем, кто живет рядом. Но это должна быть система. Либо правым актом губернатора, либо законодательным собранием Юрий Александрович здесь он поддерживает. Для тех, кто находится рядом, вблизи определенного расстояния от полигона, подготовьте проекты для таких актов. Это должен Александр Александрович сделать. И те муниципальные образования, которые попадают в зону, допустим, такую-то от полигона, они будут иметь такие-то, такие-то преференции. Сегодня же стало известно, что регион может получить 700 миллионов федеральных средств на рекультивацию четырех крупных свалок. Такая возможность предусмотрена нацпроектом «Чистая среда». Но для этого Краевому коммунальному ведомству нужно продумать план работы и подать заявку Минприроды России до 1 июля. Шанс на обновление получат полигоны под Анапой, Горячим ключом, Славянском и Краснодаром. Это не все темы выпуска. Смотрите во второй части программы. Об этом не только расскажем сразу после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Живи с нами в одном ритме. На одном дыхании. В одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на «Макс ФМ». Массажное кресло «Ямагучи Х». Создано, чтобы полностью изменить представление о массажных креслах. Первое в мире кресло с двойным массажным механизмом. Система сканирования. Графеновая технология прогрева. «Ямагучи». Наш информационный выпуск продолжит краткий обзор мировых новостей. После чего мы снова вернемся к событиям, которые происходят в городе. В индийских Гималаях продолжаются поисково-спасательные работы в районе схода ледника. Обнаружены тела 28 погибших. Около 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. «450 служащих индо-тибетской пограничной полиции проводят спасательные операции на месте и имеют всё необходимое оборудование. Туда прибыли также пять команд национальной службы спасения. Ещё задействованы восемь армейских подразделений, включая инженерные войска. Есть медики и две машины скорой. Также помогает команда водолазов военно-морских сил Индии. А ВВС предоставили пять вертолётов». Причиной трагедии, по всей видимости, стало ледниковое озеро, питаемое второй по высоте горой Индии – Нандадеви. Оно обрушилось в реку Даулиганга и началось сильнейшее наводнение. Потоки воды разрушили мосты, отрезали деревни и смыли плотину Ришиганга в горах. Потоки грязи также захлестнули объекты, строящиеся ГЭС, ниже по течению, включая этот тоннель длиной 2,5 километра. В поисках людей задействуют тепловизионное оборудование. «В целом 93 рабочих на проекте плотины всё ещё числятся пропавшими без вести. И мы признаём, что сейчас их вряд ли удастся найти и можно считать погибшими. Как видите, мы машинами убираем грязь, но там много взаимосвязанных туннелей, поэтому, когда мы убираем грязь из одной части, из-за разницы в давлении больше грязи поступает из других туннелей. Так что работа идёт не так быстро, как хотелось бы». Тем временем специалисты пытаются определить, почему именно обрушился ледник. Пока склоняются к мнению, что причиной стали обильный снегопад в сочетании с ярким солнечным светом и потеплением. По предварительным оценкам, ущерб от этой трагедии в штате Ут-Таракханд составляет более 200 миллионов долларов. Замёрзшее озеро Араколь в Кыргызстане превратилось в зимний парк развлечений. Кто-то катается на санках, а кто-то на коньках. Сюда приезжают сотни туристов из разных уголков страны. «Приехали с Бишкека посмотреть на озеро, потому что видели много фотографий в интернете красивых. То, что здесь катаются на коньках, ну и хорошее время проводят». Живописное озеро образовано тающим ледником. Оно расположено на высоте 3500 метров над уровнем моря. В последнее время Араколь пользуется большой популярностью среди жителей Кыргызстана. «Знаете, мы часто хотим путешествовать, но мы не видели чего-то в нашей стране. То есть, допустим, люди, правда, приезжают из разных стран, чтобы на это посмотреть. А мы живём в Кыргызстане, и мы вот этого всего не видели. Вот, в этом классно, что сейчас так можно приехать сюда». От Бишкека до Араколя примерно 230 километров. В столичной туркомпании в выходные дни организуют поездки на автобусах. Наплыв путешественников радует местных жителей. Они зарабатывают на прокате санок и коньков, катают туристов на лошадях, продают горячие напитки и еду. Сезон зимних развлечений на Араколе сейчас в самом разгаре. «Толщина льда 50 сантиметров. Он крепкий. Из-за течения реки Карасас уже в конце февраля лёд начнёт снизу подтаивать. Речные воды теплее и ускоряют таяние льда». Толщину льда периодически измеряют. Когда он станет тоньше 18 сантиметров, кататься запретят. Скорее всего, это произойдёт в конце февраля. Так в 30-е годы выглядела Лубянская площадь, а вот таким в 80-е был старый гостиный двор в Москве. Эти и многие другие сцены из жизни столицы создал из пластилина москвич Алексей Микулин. Алексей по профессии инженер, а этим искусством увлёкся семь лет назад. Крупные детали композиции делает из скульптурного пластилина, мелкие – из обычного детского. Мастер ценит пластилин за дешевизну и долговечность. «Вот этот материал, на мой взгляд, просто недооценённый. Его как-то вот после детского сада обычно никто и не использует. На самом деле потенциал у него огромный. И вот то, что тут присутствует, это просто как некая демонстрация потенциала пластилина». Мастер создал более 80 композиций. 15 из них не захотел оставлять, остальные хранит дома. Любимая тема – Москва и её быт. Одна из самых удачных работ – коммунальная квартира. Алексей 30 лет жил в коммуналке из 14 комнат. Увлечение Алексея поддерживает вся семья. А жена любит проводить вечера рядом с мужем, когда тот создаёт свои творения. Она же следит за успехом его работ среди пользователей интернета. «Алексей не любит в соцсетях зависять, а я люблю. Я буквально, ну, не могу сказать, что каждый день, но там через день проверяю количество его подписчиков, проверяю, сколько лайков. Это, конечно, те же самолюбия. И его, и моё тоже». Мужчина делает примерно по одной работе в месяц. Сейчас его дом украшают более 50 композиций. Иногда Алексей показывает свои творения на небольших выставках. Ушёл из жизни почётный гражданин города Сочи Уго Августович Рильян. Это большая потеря для всего региона. На всех участках работы Уго Августович оставил интересы своих земляков. Стоял у истоков модернизации и строительства дорог Сочи. Замечательный, открытый для общения. Он всегда был верен своим жизненным принципам. Был для нас примером человека с несгибаемой волей. Свою трудовую деятельность Уго Августович начал в мае 1959 года в Адлерском лесокомбинате. В 1974 направлен на работу в органы МВД. Как начальник городского ГАИ он посодействовал строительству нового здания инспекции. Также он был начальником при возведении санатория МВД «Искра». Кроме того, в 1994 под его руководством было построено 4 высотных жилых дома на улице Макаренко и 2 дома на улице Дагомыской. Это позволило обеспечить жильём всех нуждающихся в улучшении жилищных условий сотрудников ГАИ. С 1990 по 1995 года был депутатом Сочинского горсовета народных депутатов 21-го созыва. Награждён знаком отличия за выдающийся вклад в развитие Кубани, медалью за безупречную службу, знаком отличник милиции, орденом Белой звезды за миротворческую деятельность на Кавказе. Свою жизнь Уго Августович прожил честно и достойно, оставив после себя плоды своих добрых дел, которые всегда будут сильнее, чем смерть. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах огромного числа людей, с кем села его жизненная дорога. Прощание с почётным гражданином Сочи Рильян Уго Августовичем состоялось в фраме нерукотворного образа Христа Спасителя в Эмеретинской неизменности. На сегодня в Краснодарском крае около 200 тысяч онкобольных. За последние пять лет их количество увеличилось почти на 30 тысяч. По статистике, чаще всего рак поражает молочные железы, лёгкие и кожу. О том, какие факторы влияют на развитие болезни и как её предупредить, в студии программы «Подробно» моему коллеге Артёму Грибкову рассказал заведующий онкологическим отделением онкодиспансера номер 2 города Сочи Дмитрий Киртбая. Вот некоторые фрагменты интервью. А есть ли какая-то статистика? Сколько сочинцев сейчас болеют онкозаболеваниями? Не буду пугать цифрами, да. Расскажу, так сказать, в общем, что для Краснодарского края и, в частности, для нашего города, ну, на первое место среди по заболеваемости приходится на рак кожи. Вот, несмотря на то, что в целом, так сказать, в структуре онкологической заболеваемости на первое место выходит рак лёгкого, но наш край, учитывая, так сказать, количество солнечных дней, относительно такой, ну, такой субтропический, умеренные субтропики, жаркий климат, да, то на первое место выходит рак кожи. Ну, и помимо этого, меланома. Вот два таких вот распространённых. Меланома – это что? Тоже злокачественное образование, да, такой неэпитериальной природы. То, что вы, может быть, слышали, как злокачественное образование из пигментных образований, родинки. Полную версию интервью смотрите сразу после информационного выпуска. Также она доступна и на нашем сайте www.sochi24.tv В День российской науки, который ежегодно отмечают в начале февраля, сочинские студенты вместе с сотрудниками Научно-исследовательского института медицинской приматологии проверили безопасность противовирусных вакцин. О том, как проводились исследования и каковы перспективы развития научного общества курорта, расскажет Ксения Кривцова. Свой профессиональный праздник учёные Научно-исследовательского института медицинской приматологии провели на рабочих местах вместе со студентами Сочинского института РУДН. Практические занятия проходят в действующих лабораториях. К примеру, сейчас здесь изучают применение вакцин на обезьянах, что в дальнейшем позволит использовать полученные результаты в медицине при лечении людей. Ребята совместно ставят опыты с сотрудниками Научно-исследовательского института. В рамках научно-исследовательских работ проводится изучение стресса, изучение патологических каких-то состояний у обезьян. Непосредственно в Институте РУДН проходят практические занятия по биологии, физиологии и ветеринарии, изучают студенты и экологические проблемы. Совместно с преподавателями они проводят работу по сохранению биоразнообразия курорта, а также ведут мониторинг особо охраняемых природных территорий совместно с сочинским отделением Русского географического общества. Сотрудничество уже приносит свои плоды. Например, во время одной из пылевых практик были обнаружены два новых вида дремликов из семейства архивных, ранее не встречавшихся на территории России. Я могу сегодня смело сказать, что город Сочи стал наукоградом, потому что появились не только те уже известные научно-исследовательские институты, но и появилась Российская академия наук. Именно субтропический центр получил очень знаковый статус, который позволяет сейчас работать нашим ученым достаточно в разных отраслях. На данный момент в Сочи научное сообщество представлено четырьмя вузами и семью научно-исследовательскими институтами. Ежегодно на их базе проводятся различные научные конференции и семинары с привлечением российских и международных экспертов. А это значит, что на курорте созданы все условия для достижения высоких результатов и новых открытий. Ксения Кривцова, Время новостей. Что нужно сделать, чтобы забить шайбу ворота? Ответ на этот вопрос точно знают юные спортсмены из шести команд, которые приехали в наш город на первенство Краснодарского края по хоккею. Мальчишки из Краснодара, Симферополя, Кореновска и Сочи уверенно стоят на коньках и четко выполняют наставления тренеров. Из них обязательно вырастут чемпионы, уверена наш корреспондент Евгения Ивашова, которая побывала на первой игре среди юношей до девяти лет. Георгий Перевалов, нападающий в команде хоккейного клуба «Буйвол-2012» из Краснодара. Парень занимается хоккеем уже четыре года. Он мечтает стать известным чемпионом и выиграть золото на Олимпиаде. А пока в свои восемь юный спортсмен вот так с легкостью забивает голы и дает советы тем, у кого в копилке нет еще ни одной шайбы в воротах соперника. Нужно обыгрывать, бросать, сброс делать, тогда будет получаться. Интересно надо обыгрывать и защита нужна. Очень сложно, и так что надо учиться. Георгий с командой приехал в Сочи на первенство Краснодарского края по хоккею среди юношей до девяти лет. На первой игре им достались спортсмены из города Кореновск. В ходе игры соперники забили краснодарцам один гол, но буйволы достойно вели себя на льду. Вслед за Георгием в ворота противника его товарищи отправили еще несколько шайб. Для кого-то они были случайными, кто-то же забил благодаря слаженной работе команды. Я вел-вел, обыгрывал всех, как говорил тренер, и потом случайно просто бросил, шайба отскочила от блина, ну и шайба просто вертанулась и залетела в ворота. Хоккей – это командная игра, где надо проявлять мужество и поддерживать команду. Надо меньше получать штрафов и больше забивать. Во время матча хоккеисты то и дело сменяли друг друга на льду. В этом и заключается слаженная работа команды, уверен тренер Сергей Девтеров. В перерывах между периодами он всегда дает советы на пусты и своим подопечным. Те, в свою очередь, внимательно слушают, выполняют и забивают очередные голы. Игра закончилась со счетом 9-1 в пользу Краснодара. «Молодцы, сегодня старались все, здорово, приятно смотреть было». «Первая игра прошла под диктовку одной команды, это команда Краснодар, Буйволы. Видно, что дети посильнее, видно, дети помастеровите. Где-то, может быть, чуть-чуть больше повезло, чуть-чуть больше смогли, успели». За три дня соревнований спортсмены встретятся на льду с каждой из пяти команд участников. Далее состоится игра с теми, кто набрал наибольшее количество баллов. В результате определится команда чемпионов Краснодарского края среди юношей 2012 года рождения. Евгения Ивашова, Дмитрий Петрий. Время новостей. Телеканал «Сочи-24» приглашает своих зрителей провести вечер четверга за просмотром американской комедии. Биографическая кинолента «Примадонна». Невероятно яркий, эмоциональный фильм, слоган которого звучит «Талант» не имеет значения. В главной роли талантливая актриса Мэрил Стрип. «Можно еще дубль?» «Не понимаю, зачем. Мне показалось все идеально». Чудачка Флоренс Фостер Джекинс родилась в богатой семье, и после смерти отца он исследовал немалое состояние. Больше всего она обожает петь, делает это всегда и везде. Записывается в студии, берет уроки у репетитора. Флоренс абсолютно не замечает, что у нее совершенно отсутствует слух и голос. Поэтому каждое свое выступление перед немногочисленной публикой она считает великолепным. Так бы и жила госпожа Джекинс в своем маленьком уютном мире воображаемого великолепия, если бы в один прекрасный момент не решила выступить в опере на глазах у многотысячной аудитории. Окунуться в яркий мир сценического великолепия и от души посмеяться вы сможете, посмотрев фильм «Примадонна» в этот четверг, 11 февраля, на канале «Сочи-24». Приятного просмотра. Миломанов же в этот четверг приглашают на вечер джазовой музыки в исполнении квартета Сергея Кокорина и вокалистки Ники Жуковой. Концерт состоится в ресторане BBC Jazz Club по адресу улица Черноморская, 5, начало в 20.00. Ну а уже 13 февраля здесь пройдет вечер фольклорно-джазовой музыки выдающегося русского фольклориста и собирателя древнего российского искусства Сергея Старостина и арт-квартета Тима Дорофеева. Сотрудничество музыкантов основано на их любви и внимании к народной музыкальной традиции. Сергей Старостин – неутомимый энтузиаст, посвятивший все свое творчество спасению от забвения исконно русских музыкальных корней. В арсенале арт-квартета Тима Дорофеева выступления с фольклорными хорами, певцами и инструменталистами, поиск точек соприкосновения современного джаза и народной музыки. Концерт пройдет 13 февраля в ресторане BBC Jazz Club по адресу улица Черноморская, 5. Забронировать столик желательно заранее по указанному телефону. Начало концерта в 20.00. Стоимость билетов от 2 до 3,5 тысяч рублей. Если вы пропустили новости в эфире, заходите на наш сайт. Там полные выпуски передач. Ну а самые актуальные, полезные и интересные новости Сочи вы также найдете в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. А я напомню, связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp. Номер на вашем экране. На этом у меня все. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – компания «Ямагучи». Сила японского массажа и домашний фитнес. «Ямагучи» с заботой о каждом. Спонсор выпуска – «Автальмоцентр» Коновалова в Сочи и Адлере. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова